Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Я тоже, наверное, посетую на 15 минут, которые отпущены на всю адювантную терапию, спорные вопросы. И в связи с этим, собственно говоря, я решил ответить на один вопрос, который представляется для меня самым важным, касаемо этого раздела лекарственного лечения опухолей. Если каждого из нас спросить, куда направить ресурсы, не очень богатые в нашей стране, в лечение метастатической болезни или в адювантную терапию, то, разумеется, практически каждый доктор ответит «да», в адювантное лечение, по одной простой причине, что целью этой терапии является излечение пациентов, в то время как лечение метастатической болезни все-таки в большинстве своем палеотивной. И если посмотреть, из чего мы исходим, мы исходим из того, что если мы удалили опухоль, у пациента остаются микрометастазы, воздействие на них на данном этапе, пока они лишь микрометастазы, может привести к излечению больного. Если же мы этого не сделаем и отложим терапию на потом, то в случае возникновения макроскопической болезни, использование ровно тех же препаратов, ровно тех же режимов, к излечению пациента уже не приведет. Но если посмотреть, где мы реально с точки зрения адювантной терапии достигли вот с помощью такого подхода значимого прогресса, там, где выживаемость больных с и без адювантной терапии стала различаться в разы. На самом деле на ум приходит только остеогенная саркома, которая на фоне только локального лечения имела где-то 20% пятилетней выживаемости, на фоне локального лечения плюс химиотерапия 60-75% мы сейчас имеем. И, скажем так, условно-адювантная терапия в тех ситуациях, когда мы практически на 100% уверены, что все равно в организме пациента осталась болезнь после хирургического вмешательства. Это герминогенные опухоли и это эпителиальный рак яичника в более второй стадии при оптимальной циторедукции. Скажем так, действительно это условно-адювантная терапия. Если же посмотреть исследования, относящиеся к адювантной терапии при других подтипах опухолей, то мы видим, что абсолютное различие у пациентов, получающих только хирургическое лечение и у пациентов, которые получают хирургическое лечение с последующей адювантной терапией, крайне невелико. Оно колеблется в пределах 5-10%, причем, обращая внимание, что это ранние исследования, тогда, когда диагностические методики были не столь чувствительны, и можно с большой степенью вероятностью утверждать, что среди тех больных, которые формально здесь рассматриваются как получающие адювантную терапию, было немало тех людей, которые реально имели метастатическую болезнь, просто не найденную на том уровне диагностики. Как же нам повысить эффективность адювантной терапии? На самом деле, все предыдущие доклады касались улучшения эффективности самого по себе лекарственного лечения, и в этом отношении наш арсенал пополнился новыми и новыми препаратами и режимами. Мы сильно эскалировали агрессивность химиотерапии в отношении адювантного лечения, сейчас появились таргетные препараты, которые мы также используем для этих пациентов. Однако, если посмотреть, каким образом нарастает эффективность адювантной терапии при добавлении новых препаратов к ранее существовавшим режимам, или при замене старых препаратов на новые, вот сравнение ингибиторов ароматаза и тамоксифена в адювантном режиме, вот добавление оксалиплотина к 5,5 целлу ликаварину в адювантном режиме. Мы видим, что кривые, честно говоря, без микроскопа очень трудно отличить друг от друга. Собственно говоря, примерно такие же слайды показывал по поводу добавления в реальной супрессии профессор Конте. Собственно говоря, это было верно в эпоху адювантной химиотерапии, эндокринотерапии, и осталось настолько же верно, если честно. И в эпоху таргетной терапии мы используем новые препараты, казалось бы, направленного действия, но при этом различия, абсолютные различия между кривыми выживаемости крайне невелики. В то время как, если мы используем те же самые препараты при метастатической болезни, мы видим значимое расхождение кривых. Более того, в ряде случаев это настолько драматично, что меняет прогноз больных кардинально, как произошло, например, с амотенибом при использовании при метастатической болезни. Так что же происходит? Почему мы не можем добиться значимого прироста выживания при использовании терапии различных препаратов в адювантном режиме? Чтобы никого не обидеть, из современных препаратов возьмем тамоксифен. Оксфордский обзор достаточно старый, где однозначно показано, что добавление тамоксифена к адювантной терапии приводит к увеличению и общей, и безрецидивной выживаемости. Но если разложить, скажем так, по составляющим выигрыш и проигрыш больных, то оказывается, что, если глядеть на этот график, например, в 10-летней перспективе, то 92 из 100 больных получили лечение тамоксифеном в рамках адювантной терапии даром. 69% и в контрольной группе на 10-летнем этапе не имели рецидива, то есть, скорее всего, они были излечены хирургически на тот момент. У 23%, несмотря на использование и хирургии, и возможной химиотерапии, и тамоксифена, все равно случился рецидив и гибель от болезни. Таким образом, суммарный выигрыш получился порядка 8%. Вот реальный выигрыш. Но, если мы посмотрим на соотношение больных, получавших, скажем так, лечение даром под кривой, то есть те, кто получали, скорее всего, не имея болезни, не имея точки приложения для тамоксифена, и тех, кого можно, ну, результаты лечения которых можно улучшить за счет более эффективной терапии, мы видим, что здесь вот зазор и лак для улучшения эффективности терапии гораздо выше. Ведь если посмотреть, действительно, лечебная терапия и адювантная терапия – это совершенно разные методики в отношении того, кого мы лечим. При лечебной терапии 100% больных имеют опухоль, при адювантной терапии часть больных уже излечена на предыдущих этапах. И если мы назначаем им один и тот же препарат и в адювантном режиме, и при лечебной терапии, эффективность которого, например, составляет 60%, сколько больных выиграют в группе лечебной терапии – 60%, сколько больных выиграют в группе адювантной терапии – гораздо меньше, в абсолютном количестве, по одной простой причине, что часть больных в этой терапии вообще не нуждалась. И, соответственно, эти пациенты, у которых нет микрометастазов, не получают от адювантной терапии ничего, кроме дополнительной токсичности, а государство не получает ничего, кроме расходов. Выигрывают только те больные, которые имеют метастазы. А есть ли такие больные на самом деле? Например, возьмем рак молочной железы. Старое исследование. 25-летний флуап больные не получали ничего, кроме хирургии и лучевой терапии. И мы видим, что и среди больных с негативными лимфоузлами, и больных с позитивными лимфоузлами есть достаточно большая пропорция тех, кто не рецидивировал никогда. 40% при позитивных лимфоузлах, 60% при негативных. И поэтому сейчас, когда мы говорим о таргетности, мы чаще всего подразумеваем таргетность по наличию мишени на опухолевых клетках. И это действительно приносит большой бенефит, скажем, большой выигрыш. Потому что если посмотреть тот же самый тростозумаб, используемый при метастатической болезни, если бы он использовался у всех больных метастатическим раком молочной железы, скорее всего мы не выявили бы вообще никакого выигрыша, потому что пропорция больных с ХЕР-2 позитивным раком молочной железы невелика. Всего 25%. Но если мы отбираем таргетную популяцию, то мы видим большой выигрыш в ней. Большой абсолютный выигрыш. Но все дело в том, что для одевантной терапии, судя по всему, большая значимость имеет не таргетность по наличию мишени, она тоже имеет значение, а таргетность по наличию самой опухолевой клетки в организме человека. Вот что мы можем увеличить при помощи таргетности по наличию мишени, вот что мы можем изменить, если у нас будет таргетность по наличию опухолевой клетки. Для примера взял обсчет в одевант онлайн. Это те больные, которые излечены только хирургическим методом, это те больные, у которых развился рецидив. И вот он выигрыш от одевантной терапии. В группе старых режимов, в группе современных режимов. Да, он есть, но он невелик. Что бы произошло, если бы мы убрали вот эту подгруппу из, скажем так, получающих лечения? Я сохранил формат. Мы видим, что в этом случае выигрыш от одевантной терапии стал бы гораздо больше, несмотря на то, что мы использовали ровно те же режимы. Как же отличить больных, имеющих и не имеющих микрометастазы? В настоящий момент, к сожалению, мы имеем только клинико-морфологические характеристики для того, чтобы как-то селектировать больных. ТНМ, морфологический потип, степень злокачественности, молекулярные маркеры и прочее, и прочее. Проблема в том, что это групповой прогноз. Это прогноз не конкретной пациентки, а это прогноз на группу больных и вероятность наличия или отсутствия у них микрометастазов. В результате этого мы получаем две группы больных. Ну, для упрощения, две. Одна – это благоприятная группа, у которых малый шанс на наличие микрометастазов. Но он не нулевой в большинстве случаев. Маленькая опухоль, нет лимфоузлов, низкий КИ-67. И в этой группе мы увидим маленький абсолютный выигрыш от терапии. И неблагоприятная группа, там, где много больных с микрометастазами. Соответственно, здесь выигрыш от терапии будет большим. Это было верно и в эпоху химиотерапии. Вот различия на всю группу больных колоректальным раком, вторая и третья стадии, получавших адювантную терапию плюс-минус оксалеплатин. Мы видим, что у больных третьей стадии кривые расходятся больше. Значит, абсолютный выигрыш у них больше, чем у больных со второй стадии. Это верно и с точки зрения новых таргетных препаратов. Вот исследование хератрайл, где очень многие больные имели благоприятные характеристики. И кривая безрецидивной выживаемости разошлась, но разошлась не очень сильно. А это неодиуантное исследование. Там, где большинство больных было с местно распространенной опухолей, соответственно, с большим шансом на наличие микрометастазов. Здесь расхождение кривых выглядит совсем по-другому. Но это абсолютно не значит, что больные с более распространенными опухолями более чувствительны к адювантной химиотерапии. И наоборот, что больные с менее распространенной менее чувствительны. Если мы посмотрим, то... Ну, это опять же из исследований хератрайл. То степень уменьшения риска рецидива заболевания была одинакова. Как у больных, имеющих благоприятный прогноз, больные с негативными лимфоузлами, так и у больных, имеющих неблагоприятный прогноз, более 4 и более пораженных лимфоузлов. Примерно вдвое уменьшался риск рецидива. В чем же проблема? Здесь на самом деле дьявол кроется в деталях. Сколько больных нужно пролечить для того, чтобы предотвратить один рецидив? Здесь мы видим соотношение между группой, получавшей и не получавшей тростозума при негативных лимфоузлах. В каждой группе было примерно по 500 больных. Соответственно, рецидивов в группе с негативными лимфоузлами было 20. С позитивов, получавших тростозума было 20. Не получавших было 40. Вдвое сократилось число рецидива. Но для того, чтобы предотвратить один рецидив, нужно было впустую пролечить 25 больных. В группе с большим количеством пораженных лимфоузлов тоже вдвое уменьшилось количество больных с рецидивами. Но здесь для того, чтобы предотвратить один рецидив, нужно было пролечить всего 10 больных. Что, правда, тоже немало. И поэтому, тогда, когда мы говорим о групповом прогнозе, необходимо понимать, что выигрывающие от лечения есть и в благоприятной, и не в благоприятной группе. Просто, когда мы лечим благоприятную группу, для спасения одной жизни нам приходится тратить гораздо больше ресурсов, и, соответственно, гораздо больше больных подвергаются ненужной им токсичности. Но в отношении конкретного пациента, без разницы, относится ли он к благоприятной или неблагоприятной группе, если микрометастазы есть, то он от лечения, от адювантного лечения выиграет, а если микрометастазы, ну, имеет шанс выиграть, да, без разницы, здесь он или здесь, а если микрометастазов нет, то относится он к этой группе или к этой группе, он от адювантного лечения не выиграет. Какие же выводы для этого делаются в практике? Они диаметрально противоположны. Если мы посмотрим, например, на тростозумаб, то здесь основная линия идет в ту сторону, что каждая жизнь ценна, и опухоли, которые подвергаются адювантному лечению тростозумабом, становятся все меньше и меньше. Т1Б, Т1А идет активная достаточно промоция того, что действительно каждая жизнь стоит чего-то. А если мы, например, посмотрим химиотерапию, то мы увидим, что здесь идет, наоборот, отказ от химиотерапии у больных с благоприятным прогнозом. Хотя на самом деле здесь все равно нельзя сказать, что это 100% выживаемость на фоне эндокринотерапии. Возможно, здесь также есть люди, которые выиграли бы от добавления химиотерапии. Ну и кроме того, настройка исследований – это тоже важный вывод. Например, тот же самый мотиниб, который не показал увеличение общей выживаемости в первом исследовании, где были достаточно мягкие критерии отбора. Но, посмотрите, 95% четырехлетней выживаемости в контрольной группе. Как здесь можно показать улучшение выживаемости при такой ситуации? Что сделали? Провели настройку критериев, стали отбирать больных с более неблагоприятными прогностическими факторами и кривые выживаемости разошлись, что позволило препарат зарегистрировать. Но при этом все равно проблема группового прогноза остается. Это не значит, что тех больных, которые не отвечали более жестким критериям включения второго исследования, не было бы тех, кто выиграл от адювантного назначения мотиниба. Их было просто меньше. И поэтому групповой прогноз имеет действительно большие недостатки. Мы либо недолечиваем, либо перелечиваем часть пациентов. Есть проблема, но есть ли потенциальные варианты для ее решения? Как мне кажется, да. Но прежде всего, это все-таки все тот же самый групповой прогноз, который можно попытаться довести до совершенства. То есть практически до абсолютного отсечения пациентов, не нуждающихся в адювантной терапии. Если выживаемость будет приближаться в благоприятной группе к 100%, даже при групповом прогнозе, это значит, что эти пациенты не нуждаются в адюванте. Но, как мне кажется, более правильное решение все-таки в плане индивидуального прогноза. И, как обычно, это решение приходит к нам из гематологии. Многое мы получили из гематологии. Это так называемое наличие минимальной остаточной болезни после проведения куративного лечения. Вот, например, как разошлись кривые больных острым лимфобластным лейкозом, которые получили индукционную терапию, и те, у кого при секвенировании следующего поколения оставалась минимальная остаточная болезнь или минимальной остаточной болезни не было. Вы скажете, что да, но на самом деле гематологам, как обычно, повезло в этой ситуации, потому что их субстрат опухоли доступен для исследования. Это либо кровь, либо костный мозг. А при солидных опухолях попробуй найди, где, собственно говоря, зарылся тот самый микрометастаз. В печени, в головном мозге, в костях или в легких. Но проблема потихоньку приобрет. Буквально две... одну минуту. Прошу прощения. Проблема потихоньку получает свое решение, возможное дальнейшее решение, это так называемая жидкая биопсия, циркулирующие опухолевые клетки и циркулирующая опухолевая ДНК. Да, она далека от решения, но вот исследование при колоректальном раке, подвергнутом куративному лечению. Те, у кого не было в крови циркулирующей опухолевой ДНК, вот их кривая выживаемости. Те, у кого она обнаруживалась, вот их кривая выживаемость. Для сравнения, белковый антиген, раково-эмбриональный антиген после операции. Да, его повышенный уровень после операции говорил о неблагоприятном прогнозе, но как селекцию на одевантную терапию, явно это невозможно использовать. Проблем еще много, не буду говорить, учитывая, что я перебрал время, прошу прощения. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Николай Владимирович. Да, один вопрос. Не вопрос, просто комментарий. Николай Чезвич абсолютно прав, но и абсолютно не прав. Во многих вопросах, но нужно как бы отдельно конференцию, дискуссию. Дело в том, что, скажем, когда вы говорили об Оксфорде, приводя примеры, значит, Оксфорд, анализируя все виды лечения, допустим, химиотерапии, пришел к выводу, что химиотерапия эффективна, безотносительно, размера обухоли, состояние лимфоузлов, экспрессии рецепторов стероидного гравоузла, и так, безотносительно. И причем пропорциональное сокращение, допустим, смертности одинаково во всех группах. Это не означает, и вы правы, что абсолютное отличие мог быть 2% при первой стадии и 20% при третьей. Но они же не делают выводов о рекомендациях лечения. Они говорят, вы клиницисты, пусть решают, есть ли смысл из-за сокращения рецидива на 2% рекомендовать химиотерапию. Если от самой химиотерапии может быть 2% погибающих от заболевания. Поэтому в этой части я бы так как бы осторожнее интерпретировал все это. Это раз. Во-вторых, само заболевание настолько оно гетерогенно, оно может быть продолжаться, история, national history, 30 лет, а может 3 года. То есть совершенно различные по типу заболевания, которые 3 года, конечно, как бы чувствительны химиотерапией, но эффект, так сказать, непродолжительный. На 30 лет можно действительно лечить, но мы этого не знаем, поэтому предлагают тонко-тайп ДАЭКС, ПАМ-50 и прочее, чтобы выделить среди вот даже благоприятных, именно среди благоприятных опухолей, допустим, гормонозависимых, тех больных, которые нуждаются в химиотерапии. И наоборот, среди больных с неблагоприятными опухолями, с метастазами в лимфозах, выявить тех больных, которые не нуждаются в химиотерапии. Они ничего не выигрывают. Ну, в принципе, вы как бы логично и правильно все рассуждаете, но я просто, так сказать, свои легкие... Вадим Федорович, мы, собственно говоря, говорим об одном и том же, только разными словами. Професс Кантель... Что индивидуальный и групповой прогноз – это две разные вещи. Да, это понятно. Есть понятие clinical, trial examination, and patient examination. Для пациента это почти всегда выигрыш. Для испытания, например, то, что приводили к ортозер, это может быть недоказательно. Допустим, величина отличия патологика complete response, PCI, может быть различна, но недостаточно, чтобы сделать вывод о том, что вот такой подход, подход можно использовать при испытании новых лекарственных препаратов. То есть, индивидуально мы видим, что там высокая экспрессия HER2, трижды негативность, пациент выигрывает. Но само испытание как бы не доказывает этим, что нужно переходить. Нужно большее число рандомизированных, продуманных испытаний, чтобы прийти к такому выводу.